Здравствуйте! В эфире передача «Аспекты иностранных дел» телеканала CBC. С вами Таймур Атаев. Национальная ассамблея, как именуется нижняя палата французского парламента, приняла антиазербайджанскую резолюцию. Тем самым и верхняя, и нижняя палата французского парламента продемонстрировали свою антиазербайджанскую сущность. Что стоит за этим, какие цели преследуются, мы поговорим об этом сегодня с политическим обозревателем Мурадом Сададдином. Добрый вечер, Мурад Майлев. Добрый вечер. Ну вот опять очередной антиазербайджанский шаг французских парламентариев. Тезисы резолюции известны, но опять мы видим, что принимаются эти резолюции. С другой стороны, официальный представитель МИД Франции утверждает, что это не точка зрения правительства. В общем, опять эти игры продолжаются. На ваш взгляд, что происходит? Кто бы сомневался, конечно, что Франция примет какое-то другое, более объективное решение в отношении Азербайджана-армянского конфликта. Но я бы назвал это решение очередным решением, как бы очередной гвоздь, забитый в гроб возможности французской дипломатии проводить посредническую деятельность между Азербайджаном и Арменией. Да, к сожалению, Франция сама себя загнала в угол, особенно на Южном Кавказе. Если мы вспомним историю французской дипломатии, известный такой французский дипломат, бывший министр иностранных дел Талейранов, у которого главным принципом внешней политики была беспринципность. Он вошел в историю этим. Но на сегодняшний день мы видим повторение этого. Франция сегодня принимает подобные резолюции. И если мы ознакомимся с текстами этих резолюций, то мы видим, что определенные абзацы этих резолюций противоречат друг другу. Я не знаю, там нет юристов, или это готовили представители армянской диаспоры. Я как-то назвал в одной из ваших передач, что французский парламент превратился в типографию, которая печатает бумаги, написанные представителями армянской диаспоры. Просто на французском языке. Да, конечно же. Вы знаете, там очень много интересных моментов. Я скажу, что данная резолюция Нижней Палаты отличается немного от принятой накануне резолюции Сената. В резолюции Сената там были вообще очень абсурдные заявления. Видимо, наша критика повлияла на них в какой-то мере, где они требовали вывода азербайджанских войск Лачинского коридора. Вы представляете, требовать Азербайджану выводить свои войска, свои территории. Ну, это помимо того, что это политическая безграмотность, это еще и конкретная ангажированность. В том числе, да, и самоуверенность такая. А в данном случае мы видим, что в этом документе ссылаются, например, на заявление от 2020 года, 10 ноября, которое было принято между Арменией и Азербайджаном при посредстве России. Но при этом они опять пишут, что Азербайджан аннексировал часть территории Нагорного Карабаха. Как может Азербайджан аннексировать свою территорию? Хорошо. В следующем абзаце вы опять пишете, что в Праге Азербайджан и Армения приняли за основу Алматинскую декларацию и в рамках этой декларации признали территориальность в целости друг друга. Вы об этом говорите. Но как в этом случае тогда нам оценивать вот это заявление, что Азербайджан аннексировал часть Карабахской территории? То есть абсурдно здесь... Тут еще такой момент. Ведь уже ни Нагорного Карабаха нет, ни фактически нет того, как сказал президент страны Ильхам Алиев, конфликт закрыть, ни понятия вот этого статуса нет, ни минской группы нет. Вот это идет попытка все же как-то реанимировать вот те понятия для мирового сообщества. Но опять-таки мы видим, что здесь все же политическая безграмотность. Здесь и политическая безграмотность. И вот вы говорите для мирового сообщества. Но я вам скажу, что текстом этой резолюции, наверное, кроме наших политических образователей, никто не интересуется. Даже сами французские парламентарии. Я сейчас проведу доказательства своим словам. Дело в том, что когда обсуждался этот документ на Безнижней Палате парламента, там присутствовало всего 25 депутатов. Но при голосовании мы видим количество 290 человек. То есть 90% всего парламента даже не интересовалось, не участвовало на этих слушаниях. И вообще они даже не знают этих нюансов. Они даже не знают, может быть, где там расположен Азербайджан и так далее. То есть если сами парламентарии, которые принимают этот документ, они сами не интересуются тем, что происходит, что можно говорить о других участниках международного процесса. То есть у них самих отношение к этому. Что вы в начале передачи сказали, что представитель МИД Великобритании, извиняюсь, Франции, отмежевался от этого и сказал, что это не официальная точка зрения правительства Франции. Но представитель МИДа во время слушания, по-моему, государственный секретарь, он поддерживал. После принятия резолюции они выступают, что нет, это точка зрения одной из ветвей власти. Но вы же говорите о беспринципности Италии и Ирана и фактически проводите параллель к сегодняшнему дню. Ничего не поменялось? Абсолютно ничего не понимал, но даже здесь они развили бурную деятельность. Сам Толеран, наверное, отдыхает сейчас, переворачивается к гробу, что он даже не мечтал, что дипломатией можно вот так манипулировать. Ну, что я скажу? Конечно же, подобного рода документы никакого значения не имеют для нас. И принятие подобных документов в первую очередь вредит самой Франции, самой его возможности участвовать в процессе между Арменией и Азербайджаном. И вы знаете, недавно президент, выступая в дипломатической академии, он высказался, что президент Франции не будет участвовать на процессе переговоров между Арменией и Азербайджаном. Если армянская сторона ставит условия его участия, то данной встречи не будет. Как говорится... Ну, вот здесь же происходит тогда, Мурад Малин, вот что интересно, ведь принцип бумеранга, да, мы уже несколько раз говорили, это фактически получается, они бьют, и вы вначале об этом сказали, сами себя. Здесь вообще интересный момент происходит. Вот вы обратили внимание на то, что там идет речь о договоре трехстороннем 2020 года, даже они пишут и январь 2021 года, то есть это фактически речь идет о том, что армянские военнослужащие, это один из пунктов, должны покинуть территорию Азербайджана, а с другой стороны речь идет о том, что необходимо открыть все коммуникации, транспортные коммуникации на Южном Кавказе. Как раз здесь идет и связка между западными районами Азербайджана, Нахчевань, далее в Турцию и так далее. То есть опять идет дезавуирование самих же себя. То есть и с другой стороны говорится, что Россия не оказала помощь Армении с точки зрения там ОДКБ и так далее. То есть получается, что здесь есть все же и международный фонд, то есть они пытаются как-то использовать, ну и, скажем, опять интернациализировать этот вопрос, потому что президент страны конкретизировал, что уже закрыт этот вопрос. Есть только Армения, Азербайджан, мирное соглашение. Хотите, помогайте, мы готовы к вашим условиям, предлагайте. Они идут еще дальше, предлагают опять какие-то некие миротворческие силы, опять-таки отправить на Южный Кавказ. А с другой стороны ряд аналитиков считает, что здесь и попутно Макрон пытается как-то дезавуировать роль Великобритании на Южном Кавказе. Вот как вы оцениваете все эти методики? Если в общем изучить этот документ, ну, налицо растерянность внешней политики Франции и самого Макрона. Это первое. Что касается нюансов, вот вы отметили там некоторый момент, я хотел бы на них тоже сфокусироваться. Вот там говорится об открытии коммуникации. В то же время они пишут, что азербайджанская сторона якобы хочет силовым путем открыть коридор в Нахчеване. Но если вы ссылаетесь на заявление 10 ноября 2020 года, там обязательство взяло Армения об открытии этого коридора. Опять абсурдно. Потом дальше, вот вы говорите о выводе армянских вооруженных сил из территории Азербайджана на сегодняшний день, обязательство Армении. Но об этом не говорится. Они требуют нас вывести, якобы мы оккупируем территорию Армении, хотя на сегодняшний день границы не определены. А какой идет оккупация Азербайджана на территории Армении, если нет границ? Вы же сами говорите, что нужно определиться границей в этом же документе. То есть там столько абсурдного. Анализировать и прийти к выводу очень трудно. Да, там, вы правильно заметили, идет интернационализация и стараются больше привлечь международных игроков к этому конфликту. Это, конечно же, мешает будущим быстрому разрешению. Но мы видим, что в отличие от принятой резолюции Сената, в данном случае, в этом документе, очень много обвинений в сторону России. Они требуют от России, как союзника Армении, обвиняют Россию в том, что она не защитила Армению. То есть фактически вы считаете, что идет попытка вытеснить Россию из переговорного процесса? Безусловно, это видно. И вот тот момент, что нужно привлечь туда международных наблюдателей, международные воинские силы и так далее, это намек о том, что Франция старается в качестве миротворцев завести на международные силы. Но это не имеет никаких перспектив. Это в первую очередь, потому что, что касается территории Азербайджана, бывшего Карабахского конфликта, здесь все вопрос решен. Азербайджан, безусловно, однозначно заявил, что вопрос закрыт. И ни с кем Азербайджан не собирается обсуждать будущее этого региона и армянских жителей, которые проживают на нашей территории. И доказательство этому, это было заявление Азербайджана при встрече в Сочи с президентом Российской Федерации Путиным, когда наш президент однозначно четко сказал. Да, мы готовы обсуждать армяно-азербайджанские вопросы, урегулирование и так далее. Но вопрос армянских граждан на территории Карабаха, это наше внутреннее дело. Мы не собираемся это ни с кем обсуждать. Ну вот здесь, что интересно, опять-таки, у меня ассоциация проходит. Вот вы сегодня начали с Талийрана, то есть вспоминайте историю. Мы можем даже и более близкие моменты вспомнить. То есть элементарно, если опять-таки историю Франции, Франция, скажем, и армянский так называемый, да, как его именовали всегда, или восточный вопрос, или армянский вопрос. Год 1919-й, когда делилось, ну, скажем, наследство Усманской империи, это Франция, Соединенные Штаты и Великобритания. Тогда у Великобритании, то есть в зону их курации, еще не было мандатной системы, только должна была Лига Наций создаваться и мандатная система. Вот перед этим шло предварительное обсуждение. И если Великобритания как бы брала под свою курацию Палестину и Месопотамию, то Франция перепадала Сирия и Киликия. То есть, ну, Киликия известная территория, и как бы французы говорили, что мы там проживали и армянское население, представители армянского населения, что мы как бы заинтересованы именно в том, чтобы стабилизировать, сделать независимость и так далее, помочь в этом. Проходит два года, лондонская конференция, если мне память не изменяет, 1921 год. Там уже нет вопроса не то, что от так называемой независимости Киликии, там даже вопрос автономии Киликии не обсуждается. А уже следом, в том же году подписывается, просто это уже чуть позже было, договор между Анкарой, то есть Чамалистская Анкара, Ататюрковская Анкара, Великое национальное собрание, и Парижем. Они выводят свои войска из Киликии. Потом последовало, а до этого был Северский договор, а в 1923-м Лозангский договор, все этот вопрос вообще исчез, даже уже слово национальное, а Чак не говорилось. То есть вот здесь интересно, а если французы, как вы говорите, вспоминают Али Ирана, пытаются, используя, скажем, армянские рельсы, для решения каких-то геополитических вопросов, о чем тут думают в Армении? Дело в том, что самая большая проблема Армении в том, что они всегда использовали большие конфликты больших стран во имя своих интересов. Но в результате этого всегда потерявшей стороной была Армения. Как и в начале прошлого века вы сказали, Франция использовала армянские факты для достижения своих политических интересов. И, как всегда, она ее бросила. Также Франция использовала армян. И вот в последнем конфликте, и в 44-дневной войне мы не видели, что Франция поддержала бы армян. Этого не было. И сейчас Франция активно хочет внедриться в регион, но у нее нет никаких возможностей и сил здесь противостоять Азербайджану. И лишь используя армян, она добивается чего? Она хочет еще раз себя поставить в мировой арене, как великой державе, которая может являться государством, которое решает различного рода региональные конфликты и так далее. Но мы видим, что у нее никакого влияния нет. Все ее действия четко, конкретно ограничиваются нашей дипломатией, нашими интересами. И, как Воскопояне сказали, как история происходила в истории, очередной раз Франция бросит армян. Мы давно об этом говорим. Ну вот здесь еще какой момент, Мурад Майли. Ведь если подумать, какие шаги предпринимал официальный Баку, фактически президент страны это называет доброй волей. Практически дали добро, чтобы Макрон присоединился к трехсторонним переговорам. Сейчас он официально Франции дает понять, что это как бы пражские беседы. На самом деле это фактически работал бруссельский формат. Просто присоединился туда Макрон. Ему дали эту возможность. То есть, и при этом Ильхам Алиев подчеркнул, что любое предложение, направленное на урегулирование взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном, мы поощряем, мы его приветствуем. И мы готовы выслушать. Но ведь этого нет. Происходит в корне наоборот. Еще хотел сказать, просто, к сожалению, передача подходит к концу. Мы как-то приводили пример, что ведь у Макрона очень противоречивые, мягко говоря, отношения с Пашиняном. Он же принимал не Макрона, а он принимал Пекрес. Помните, как государственного деятеля. А вы вспомните период 44-дневной войны, когда Макрон жаловался, что на мои мессажи Пашинян не отвечает. Кстати, вот вы правильно сказали, азербайджанская сторона сделала шаг к доброй воле, позволила Франции участвовать на этом переговорном процессе именно на платформе Европейского Союза. А что натворил Пакрон? Его заявление после этой встречи французскому телевидению. И он подставил весь этот формат, он подставил весь формат переговоров, который шел в рамках Европейского Союза. И теперь уже продолжение этого переговорного процесса становится более трудным. Вот к чему привел своими действиями Макрон. Ну, опять-таки, здесь тогда, если между строк, так скажем, рассуждать об этом, получается, возможно, что даже идет какая-то сознательная работа на нивелирование мирного соглашения. То есть они пытаясь, как вы говорите, что они хотят войти, но если они хотят войти таким образом, они в очередной раз начали с того, что в свой гроб забьют очередной гвоздь. И, кстати, забивая этот гвоздь себя, и они подводят под этот гвоздь и саму Армению, в конце концов, потому что в любом случае договоренности будут реализованы, так скажем, железный кулак на месте. Безусловно. Дело в том, что после завершения войны реальной властью в регионе обладает Азербайджан, как и военные, политические, экономические, дипломатические. И задачи, которые ставит Азербайджан перед собой, они будут выполнены. И никто в этом не сомневается. Вся деятельность Франции сегодня в регионе, и вот по этим заявлениям, которые они принимают, показывает, что она бесперспективна и не принесет никаких результатов. Они навредят себе, своему имиджу, и, конечно же, навредят Армению. Потому что Армения сегодня мы видим, что вместо того, чтобы принять нормальные условия, которые Азербайджан им предлагает, это условия нормального добрососедского взаимоотношения государств, принятых нашим в мире. Все государства существуют на основе этих принципов. Но действия по указке Франции, армянская государственность, приведет к проблемам. И сегодня мы это видим. И что я еще хотел бы добавить о роли Франции. Вообще, нам нужно пересмотреть, а имеет ли Франция право, как страна, вмешиваться вообще в этот конфликт, являться посредником в этом конфликт? Кто это им дал право? Ну вот мы как раз и говорим о том, что бумерангом это обернется против самого же официального Парижа. Просто, как говорится, история, когда повторяется, это уже очень часто бывает фактически фарсом. И мы его и выпривели, и с нашей стороны прозвучало, что отдельные эпизоды из мировой истории, связанные как раз Францией, его отношением к так называемому армянскому вопросу, как было принято называть в тот период, и мы видели фактически поражение. И, кстати, Франция также геополитически терпела поражение именно на тех этапах. Напоминаем, что с нами сегодня был Мурат Сададдинов, политический обозреватель. Спасибо за участие и интересную беседу. Оставайтесь в СБС, следите за аспектами иностранных дел, будете в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова